Добрый день, уважаемые господа, уважаемые дамы. Меня зовут Илья. Вы сейчас находитесь на канале Ярославич. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим праздником, Великим Днём Победы. Ну и сегодня хочу рассказать вам про очередное наше достижение. Это полуприцеп самоасвальный, многофункциональный, PSPD-15. Основная задача, под которую проектировался данный полуприцеп, это разбрасывание органических удобрений. Но, в принципе, его также можно использовать для транспортировки некоторых видов грузов, таких как силос, снег зимой, допустим. Пробежимся по техническим данным. Грузоподъёмность 15 тонн, объём 21,7 кубических метров. Из основных особенностей это борта. Борта мы делаем из нержавеющей стали. Толщина бортов 3 мм. Борта наборные, состоят из отдельных модулей. Это повышает их ремонтопригодность. Если произошло какое-либо замятие, спокойно снимаете модуль и на ровной площадке его выправляете. Если же уже в замятие такого характера, что выпрямить уже не получается, можно просто заказать у нас отдельный модуль. Мы его поставим, и вы спокойно установите его на свой полуприцеп. Мотор-редуктор иностранного производства состоит из гидравлического мотора и редуктора с автономной системой смазывания. Соответственно, гидравлическое масло с трактором не перемешивается с маслом в редукторе, что продлевает срок его службы. Хочу отметить, что таких у нас гидромоторов два. Идёт на две транспортерные ленты, которые работают синхронизированно. Задний бампер регулируется по высоте. Предлагаю подняться наверх и посмотреть, что находится непосредственно внутри полуприцепа. Вот мы полезли. Дно из нержавеющей стали. Борта из нержавеющей стали. Обратите внимание на зазоры между модулями бортов. Как я уже говорил, здесь идёт две транспортерные ленты. Транспортерные ленты приводятся в движение за счёт цепей, якорных цепей. Ну а сейчас я предлагаю забраться под полуприцеп и посмотреть на один из самых важнейших органов в любом полуприцепе. Это подкатная тележка. Плутационная резина низкого давления, давление 0,4 мегапаскаля позволяет легко перемещаться по пересечённой местности и опять же оказывать минимальное давление на ваш грунт. Двухосная подкатная тележка от мирового производителя АДР Италия на параболической рессоре, на параболических рессорах. Пустотелые цельнокованные оси Техноакс. Это лёгкость, надёжность конструкции. Это возможность установки весового контроля и автоматической подкачки шин. Одноконтурная пневматическая тормозная система. При необходимости можем установить двухконтурную тормозную систему. Элемент стояночного тормоза. Предлагаю двигаться дальше. Ящик на 119 литров. Оснащён двумя замками. Здесь можно достаточно безопасно хранить инструменты, документацию, ну и в принципе всё необходимое. В ходе работы транспортерной ленты цепь постепенно вытягивается и начинает провисать. Для того, чтобы её натянуть, у нас установлена полуавтоматическая система натяжения цепи, установлены гидравлические цилиндры, установлен гидравлический дамкрат, манометр. И с помощью данной системы можно натянуть цепь до рабочего состояния. Ручник. Это, конечно, не тот ручник, за рычаг которого вы дёргаете, чтобы отправить свой любимый авто в занос. На нём не подрифтуешь, но функцию стояночного тормоза выполнят на ура. Лёгок в использовании, надёжен, просто в обслуживании. Страховочная цепь. Петля на 50-90 мм. Жёсткая, поворотная. Адаптер для подключения в ОМ-трактора. Необходимо для того, чтобы подключить разбрасыватель органических удобрений. Друзья, все мы прекрасно знаем, какую экологическую катастрофу несут под собой все полуприцепы. Ведь в конечном итоге, для того, чтобы поставить его на хранение, приходится прибегать к помощи пеньков. Но в данном случае мы эту проблему решили. Мы установили надёжный и мощный дамкрат. Плюс приятный бонус. С помощью данного дамкрата можно отрегулировать высоту петли, что является очень актуальным. В том случае, если у трактора нет регулируемой задней навески. Все наши полуприцепы оборудованы всей необходимой светосигнализацией. Спереди, сзади, габариты, стоп-сигналы. Всё необходимое, чтобы безопасно передвигаться по дорогам общего пользования. Но опять же, чтобы можно было поставить данный полуприцеп на учёт. Основная задача, под которую проектировался наш полуприцеп, это разбрасывание органических удобрений. И, конечно, для такого полуприцепа необходим мощный, надёжный, высокопроизводительный разбрасыватель. Хочу отметить, что среди всей линейки данного производителя мы выбрали самый мощный разбрасыватель. Обратите внимание, насколько хорошо сбалансированный механизм данного разбрасывателя. Даже я со своей относительно небольшой массой могу его прокрутить. Переводится в движение разбрасыватель с помощью вом-трактора. Оснащён редуктором со своей автономной системой смазывания, что продлевает его срок службы. Также имеются два уровня защиты. Это срезной болт и обгонная муфта. Хочу обратить ваше внимание на защитную шторку, которая предотвращает вас от потери вашего драгоценного груза при транспортировке. Также шторка выполняет ещё одну важную задачу. Это снижение ударной нагрузки в новом трактора. То есть сначала мы запускаем битр, раскручиваем его до рабочей скорости и только потом поднимаем шторку и с помощью неё дозируем подачу разбрасываемого материала. Как я уже говорил, полуприцеп наш многофункциональный. Многофункциональность его достигается за счёт смены задней навески. То есть пока мы идём, вы можете обратить внимание, что полуприцепы стоят, у них стоит классический задний борт. Данный задний борт увеличивает полезный объём полуприцепов на 3,5 кубических метра. Приводится движение посредством гидроцилиндров двойного действия нашего производства. Также система оснащена кленовидным запором, что уменьшает зазоры. Практически минимизирует, сводит их к нулю. Поэтому вы можете уверенно транспортировать в нём силусную массу, допустим, снег или что-либо ещё. Хочу отметить, что поражающий радиус данного устройства от 12 метров. Когда работает данный аппарат, рядом лучше не находиться. Уважаемые дамы, господа, мы рассмотрели с вами основные преимущества данного полуприцепа. Хочу отметить, что помимо данного полуприцепа мы производим и другие модификации. Это и классические самосвалы, и полуприцепы с подпрессовкой груза, о чём мы уже рассказывали в предыдущих роликах. Ну и я думаю, в будущем тоже будем рассказывать. Я думаю, после такого полного обзора у вас не должно остаться никаких вопросов и сомнений по поводу данного полуприцепа. Но если всё-таки какие-то вопросы появятся, контактная информация под видео в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте отзывы. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok